Здравствуйте, приветствую вас на YouTube канале про цветок. Сегодня мы с вами поговорим о такой культуре, как хризантемы. Ко мне часто обращаются во время встречи цветоводы и говорят, Петр Николаевич, помогите, приобретаем красивые сорта хризантемы, высаживаем, цветет прекрасно, а за зиму погибают. Что делать с хризантемами перед зимой? Как их сохранить? И в чем наши ошибки? Давайте попробуем разобраться. Во-первых, вы можете удивиться, что существует 150 видов хризантем. И они бывают как однолетние травы, так и многолетние растения, и даже полукустарники. Так вот, этот цветок давно полюбился уже садоводам, и не открою большого секрета, когда скажу, что в мире существует более 10 тысяч сортов хризантем. Разнообразие форм и окрасок просто поражает. Но все хризантемы можно просто-напросто разделить на две большие группы. Хризантемы тропического происхождения, это индийские хризантемы, это самые красавцы, крупные, красивые цветы, тоже всевозможные. Ну и по более мелкие хризантемы китайские, китайские более мелкие. Так вот, цветоводами на востоке, в Корее в частности, были китайские хризантемы, были отоплены такие сорта, которые показали повышенную морозоустойчивость. И вот эти хризантемы под названием корейских хризантем, они чаще всего и распространены в наших садах. Они растут в наших цветниках и радуют. Даже если вы помните старинный русский романс, опять же он повествует о корейских хризантемах. Отцвели уж давно хризантемы в саду. Отцвести могут только корейские хризантемы, потому что у них есть ранние сорта, которые зацветают в середине лета в июле, и они к осени отцветают. А вот хризантемы индийские, такие вот крупные, они отцвести никак не могут. Они цветут практически круглый год в теплицах, кто выращивает их в теплицах, они круглый год дают срезку. Просто, чтобы вы понимали. Так вот, хризантема, поскольку любая хризантема получается, хотя бы и корейская, или та же индийская хризантема, в смысле, что это выходцы из теплых стран, или с тропическим, или субтропическим климатом. Поэтому, для того, чтобы они перенесли зиму, их нам необходимо подготовить. Ну, некоторые начинающие цветоводы что делают? Покидают эти хризантемы в саду, отцвели, они просто сидят в саду, думают, стебельки будут задерживать снег, и хризантемы прекрасно зимуют. Так вот, у нас хризантемы зимаются в открытом грунте, без определенного укрытия не могут, даже в условиях Белоруссии. Не говоря уже о более северных частях тоже Европы. Почему? Потому что они просто зимой вымерзают или выпривают. Вымерзли или выпривали, и кустик погиб. Что необходимо, если у вас нет условий для зимнего хранения корней хризантем? Значит, в открытом грунте, как можно сохранить? В открытом грунте хризантемы можно сохранить так. Взяли, кустики ваши отцвели, если даже вот уже заморозки устойчиво начинаются, срезайте, срезайте безжалостно все кустики. Поставьте эти веточки в букет, они прекрасно распустятся и будут радовать вас. В воде все будут распускаться и радуют вас, и месяц, и полтора они будут распускаться. А вот на кустах оставлять их не надо. Срезали, и после этого есть две технологии. При первой технологии эти кустики сразу засыпаются землей слоем 15-20 сантиметров. То есть слой земли достаточный, он как бы не промерзает, и эти кустики сохранятся до весны. Ну, второй способ, если вам не хочется ворочать землю, значит вы можете укрыть их торфом. Но, повторю, торф идет только верховой, то есть коричневый торф, который слабо промокает. Им только им можно укрывать хризантемы. Положили торф, а сверху опять же ложим или лапник, или веточки, чтобы ветер не сдувал наш торф с наших укрытых растений. Некоторые световоды берут, используют что? Берут опилки даже сухие, берут мох, ложат на хризантемы, листья ложат. А потом весной поражаются, что хризантемы там уже нет. Она просто-напросто погибла от выпривания. Помните об этом. Эти материалы для укрытия хризантем в открытом грунте использовать нельзя. И даже хвоя может использоваться, но тоже ограничена. Потому что под ней также могут хризантемы подобреться. Но самый лучший способ, конечно, что взять? Берем хризантемы, выкапываем куст. Если у вас есть достаточные площади, какая-то прохладная веранда или что-то, вымотя куст сразу посадить в какое-то ведро. И он еще до Нового года, до наступления устойчивых морозов, будет вас радовать своим цветением. Они будут распускаться. Но если у вас нету комната теплая такая, все, значит, не стоит растения мучать. Мы сразу срезаем. И вот эту часть, значит, будем опускать в подвал. Но здесь смотрите, какие опасности могут нас постерегать. Если подвал сырой, надо растения могут просто-напросто подобреть и сплесневать. Поэтому ложим их в такие лотки, полиэтиленовые, все, где ходит воздух. Где ходит воздух для того, чтобы эта влага не сильно повреждала наши кустики хризантем. Ну, а если у вас подвал сухой, так и тогда мы хризантемы что сделаем? Мы положим полиэтиленовый мешок. Плотные полиэтиленовые мешочки. Мы опускаем корни хризантемы, но не завязываем. Ни в коем случае не завязываем. Как бы корни не подсыхают и в то же время дышат. Ну, температура хранения стандартная, обычно в наших подвалах это 2-8 градусов тепла. При такой температуре хризантемы прекрасно сохраняются до весны. Так вот, некоторые садоводы допускают большую ошибку. Они выкапывают хуст хризантемы и сразу начинают его делить. А делать это категорически нельзя. Почему? Мы ослабляем растения, а корневища хризантемы очень слабенькая. И, скорее всего, такая хризантема просто у вас до весны не доживет. Она или высохнет, или погибнет. В чашле погибнет по разным-разным причинам, она просто-напросто погибает. Поэтому куст выкопались целиком, в таком виде мы их и оставим. Делите этот куст хризантемы, мы будем только весной, когда появятся новые ростки. Потому что тогда растения обладают усиленной способностью к восстановлению, и тогда они хорошо-хорошо проживаются. Опустили в подвал, они в подвале у нас будут прекрасно стоять до весны. А уже размножать мы будем весной. Также некоторые, тоже начитавшись, уже и в интернете, и в любой литературе, что осеннее внесение фосфорно-калийных удобрений повышает морозостойкость. Начинает усиленно кормить хризантемы этими удобрениями. Но это не для этого цветка. Внесение фосфорно-калийных удобрений под хризантемы, оно наоборот укорачивает жизнь. Корневища просто-напросто сгорают. Сгорают отнесения удобрений, и весной вам и внесли вроде удобрения, и вы издали растениям только зло. Вы погубили свои растения. Сохраняя в подвалах или делая такое укрытие, как я вам рассказал в самом начале, вы сможете улюбоваться этим растением в открытом грунте. Знаете, что примерно из 10 тысяч сортов, где-то 150 сортов можно выращивать в открытом грунте. Но как определить сорт, в каталогах не всегда указывают. В каталогах не всегда указывают, какой сорт пригоден зимовать в открытом грунте. Это раз. Во-вторых, он может зимовать, например, в условиях Украины, например, там, Юга России может зимовать. Но не зимует в средней полосе. А как сделать? Для этого вы постарайтесь один год сохранить кусти хризантемы где-то в хранилище или хорошо укрыть. А на следующий год один экземпляр обеспечить укрытием или забрать в подвал, а один оставить зимует на улице. И вы тогда точно будете знать, зимует ли тот сорт хризантем. Потому что передо мной два одинаковых сорта хризантем. Так вот эти бордовые, они совершенно не зимуют в открытом грунте, даже при зимнем укрытии погибают. А вот сорт, который с этой, с этой желтенький, он прекрасно зимует в открытом грунте. Ну, а такой сразу вымернет, даже весной не даст ни наурусточка. Поэтому экспериментируйте, садите. Знаете, что более благодарного, более обильного цветущего такого многолетника, тем более, который цветет с конца лета и до самых морозов, в наших цветниках не найти. Наслаждайтесь хризантемами, высаживайте, украшайте свою жизнь. Смотрите наш YouTube-канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok